Всем привет! Рада вас видеть на моем канале. С вами практикующий акушер-гинеколог Екатерина Волкова. Сегодня мы с вами будем разбирать тему планирования и подготовка к беременности. Тема очень масштабная и в одном ролике не уместить всего того, что хочется сказать. Но мы сегодня с вами остановимся очень четко на том списке лабораторных и инструментальных методов обследования, которые вы должны пройти при подготовке к беременности. Итак, какие исследования нужно сделать на этом этапе? Чек-лист. Первое. Вы должны посетить своего гинеколога. Он у вас должен быть свой, родной, любимый. И, в общем-то, понимание того, что кто-то с вами рядом и надежный, это уже залог успеха наполовину, наверное. Мы обязательно должны провести ультразвуковое исследование малого таза, выявить образование, возможное отклонение со стороны структуры матки, придатков. Мы должны сделать УЗИ молочных желез и мы должны сделать УЗИ щитовидной железы. Это что касается ультразвуковых исследований. Второе. Мы обязательно должны провести онкоскрининг. На моем канале есть видео о том, как часто нужно делать мазки на онкоцитологию. Но я напоминаю, что это ежегодное обследование шейки матки на предмет рисков онкозаболеваний. Провести мазок на онкоцитологию. Третье. Мы должны исключить воспалительное состояние. Поэтому мазок на флору, исследование биоциноза, то есть структуры флоры влагалища с помощью метода фемофлор, исследование урогенитальных инфекций, передающихся половым путем и желательный бакпосев из цервикального канала. Этот метод позволяет выявить бактериальную инфекцию. Стафилококк, стриптококк и другие бактериальные агенты. Далее. Мы должны с вами обязательно провести флюорографию. Это хороший стандартный метод выявления процессов туберкулеза. Мы должны с вами знать свою группу крови, а также желательно сдать группу крови партнера. Если ваши резусы, резус-факторы разные, соответственно, вам даны будут рекомендации по профилактике резус-конфликта. В следующих видео мы об этом тоже постараемся поговорить. Далее. Мы должны сдать кровь. Кровь мы должны исследовать на антитела к цитомегаловирусной инфекции, на антитела к краснухе, токсоплазмозу и герпесу. Это так называемый торч-комплекс. Торч-комплекс мы сдаем для того, чтобы предупредить активное носительство инфекций, которые могут повлиять на закладку органов и систем у малыша в первом триместре беременности. В самом главном триместре, когда идут все самые ответственные процессы. Если мы выявили активные антитела, антитела М, которые являются показателями острого процесса, то далее при участии инфекциониста или терапевта вам должно быть предложено лечение, направленное на ликвидацию этой активности. Также хотелось бы знать, болели вы краснухой или ветрянкой перед планированием беременности. Для этого тоже существуют анализы крови. Антитела к краснухе и ветрянной оспе также можно сдать. И, соответственно, если мы не имеем защитных антител, антител G к данной инфекции, вам должна быть предложена прививка перед планированием беременности. Это будет цивилизованно и рисков таких мы избежим. Далее. Обязательно оценить состав основных микроэлементов и витаминов крови. Мы в этой ситуации должны обратить внимание на количество витамина D, на количество железа, на количество фолиевой кислоты витамина В9, а также на содержание витаминов группы В, В12 и В6. Вот эти витамины тоже желательно сдать. Ну и, соответственно, индивидуализация данного чек-листа, она в любом случае будет присутствовать после хорошей грамотной консультации вашего гинеколога. У всех есть свои проблемы, есть другие соматические заболевания, то есть заболевания органов и систем. И мы, соответственно, их можем разобрать либо на очной консультации, либо на онлайн-консультации для того, чтобы ваш индивидуальный чек-лист планирования к беременности мы составили. Записывайтесь на онлайн-консультацию, ссылка дана под видео, и мы с вами вместе можем этот план составить. Если вы живёте в Ярославле, я буду рада вас видеть в своём кабинете в медицинском центре «Гармония» для планирования вашей желанной и лёгкой беременности. Спасибо за внимание. Екатерина Волкова была с вами. Спасибо.